Вы все видели новости и знаете текущую обстановку. Все пошло по худшему сценарию. Что теперь будет с ценами на технику? Сможем ли мы вообще ее купить? Будут ли работать иностранные сервисы? И смогут ли пережить этот кризис и санкции отечественные чипмейкеры? На связи МК. Все мы помним 2014 год. После Крыма рубль резко включил форсаж, а в магазинах техники случился аншлаг, дабы успеть урвать гаджеты по старым ценам. Многие сайты, например Apple, тогда вообще закрыли возможность покупать электронику онлайн. Причина ясна. В цены на технику, в том числе, закладывается текущий курс валют, чтобы была возможность заказать новую партию. И если рубль сильно приседает, ритейлеры вынуждены поднять цены на электронику, потому что закупить ее по старому прайсу они уже не смогут. Утром 24 февраля 2022 года случилось то же самое, но куда стремительней. Наученные горьким опытом магазины быстро закрыли свои сайты, а в офлайне ценники узнать можно было только на кассе. Продавцы-консультанты все утро занимались сменой ценников в среднем на 20-30%. Ноутбук, стоящий еще пару дней назад 160 тысяч, теперь отдают дороже 200. Что будет дальше? Зависит от изменений политической обстановки и, соответственно, курса рубля. Если одну зеленую бумажку снова получится взять за 70-75 рублей, что ж, есть шанс, что и цены на технику также снизятся. Разумеется, сначала у серовозов, но за ними, чтобы не терять прибыль, подтянутся и крупные сети. Стоит ли сейчас бросать все и, сломя голову, штурмовать магазины электроники? Сложно ответить на этот вопрос, потому что многие магазины уже перестраховались и сильно задрали цены. Если есть возможность взять технику подокризисному прайсу, это стоит сделать. Но бежать в ДНС и брать макбуки в кредит по 300 тысяч не выглядит здравой идеей. А что там по санкциям? Разумеется, падение рубля – это первый и ожидаемый ответ на действия России, и реакция магазинов на это вполне предсказуема. Но что дальше? Евросоюз и США уже сообщили о том, что готовят максимально жестокие санкции. Чему это может привести в отечественном IT? Первый возможный шаг – это запрет на поставку и продажу в Россию любой иностранной техники и софта от европейских и американских компаний. А значит, исчезнут девайсы от Apple, HP, не получится официально купить видеокарты NVIDIA, и даже жесткие диски от Seagate станут вне закона. Причем пострадает не только потребительский сегмент. Оборудование для сетей массово производят Cisco и Nokia, так что такие санкции как минимум отсрочат внедрение 5G, а возможно приведут к проблемам с текущим доступом в интернет. Автопроизводители также очень сильно полагаются на иностранную электронику. Без нее даже и АвтоВАЗ может остановить сборочные линии. Да и вообще мы живем в мире, где почти любая отрасль использует что-то из IT, и очень часто эта продукция оказывается европейской или американской. Не стоит забывать, что иностранной бывает не только электроника, но и программы и сервисы. Например, в Крыму из-за санкций у вас не получится зайти в магазин Google Play или на сайт Intel. Все дело в том, что современные сервисы отлично умеют определять по IP местоположение пользователя и вести себя определенным образом. Например, показывать правильный язык и город. Но никто не мешает использовать это же и для блокировки. Если сейчас затронут только Крым, в теории может накрыть и всю Россию. А это значит, что не будет работать Steam, Google Play, App Store и подавляющее большинство аналогичных магазинов игр и софта. Не получится поиграть в онлайне, не получится провести платеж через PayPal. Доступные то, возможно, не полностью будут лишь русские ресурсы типа ВКонтакте и Яндекса. Кстати, в описании будет ссылка на наше новостное сообщество ВКонтакте. При более суровых санкциях есть вообще шанс потерять доступ к иностранным сервисам из РФ. Не будет возможности залогиниться в учетной записи Apple. Не будут работать обновления Windows. Перестанет грузиться WhatsApp и Viber. Не получится зайти на YouTube. С одной стороны, многие скажут, не привыкать. Мы помним ковровые бомбардировки Роскомнадзора, после которых в руинах была половина Рунета. И даже бабушки с дедушками научились пользоваться VPN. В этом случае его придется держать включенным по умолчанию. И никакой скорости в сотню мегабит в секунду мы не увидим. Но все еще доступ к сервисам будет. Однако есть важное но. Откройте магазин Microsoft и взгляните там на платные приложения. Уже сейчас в России цены указаны в долларах. Эта компания частично ушла из РФ больше года назад. И я думаю, вы уже поняли, чем это грозит. Из-за санкций многие компании могут уйти из России и прекратить расчет в рублях. Придется забыть о региональных ценах на софт. То, что раньше стоило 2000 рублей, трансформируется в 70 евро или 7000 рублей. Многие помнят, как в 90-е сделки и купли-продажи между людьми осуществлялись преимущественно в долларах. Есть ли лучик надежды? Неужели выхода нет и при ухудшении политической ситуации мы лишимся возможности покупать огромное количество девайсов и софта? Разумеется, нет. В России очень хорошо налажен теневой рынок, когда техника попадает на полки магазинов неофициально. Да, это приводит к некоторым проблемам с гарантией, но с другой стороны многие согласны ей пренебречь из-за более вкусных цен. И едва ли серовозы когда-то исчезнут, так что купить новый айфон или видеокарту скорее всего получится и после введения санкций. Правда, о низких ценах придется только мечтать. Оставшись единственными игроками на рынке, контрабандисты легко могут накрутить и 50, и 100% маржи за свои услуги. RTX 3060 за 150 тысяч рублей без гарантии. Это же касается и софта. Да, снова бурно расцветет пиратство. Возможно, компьютерные флибустьеры даже будут снова переводить игры, фильмы и программы, прям как раньше. Также через VPN скорее всего получится купить и лицензии, правда уже по европейским или американским ценам. Российский рынок с удовольствием займут множество китайских компаний, которым к санкциям США не привыкать. Так что без гаджетов, роутеров и вышек связи Россия не останется. Но в любом случае, в массе своей, ассортимент электроники в крупных магазинах из-за жестких санкций может серьезно сократиться. И далеко не все китайские замены европейских или американских гаджетов находятся на достойном уровне. А как же импортозамещение? Хороший вопрос. Да, теоретически есть российские процессоры Эльбрус, Байкал и Камдив. Но стоит не забывать, что производятся они не в России, а на иностранных заводах типа TSMC и Global Foundries с использованием для этого европейских и американских патентов. Поэтому в случае с санкциями ситуация с отечественными CPU будет такой же, как и с чипами для Huawei. Никто больше не будет производить для России процессоры. Окей, а есть ли в стране собственное производство процессоров? Конечно, есть. Например, секретная военная фабрика в Курчатове, а возможно и другие, которые производят чипы для нужд армии. Для потребителей они, очевидно, не подойдут. Там упор на максимальную надежность. Большой производительностью они не блещут, да никто и не будет отдавать гражданским военные разработки. Из приближенных к пользователям компаний можно вспомнить про зеленоградский Микрон. Да, там действительно производят различные микроконтроллеры, микросхемы управления питанием и NFC-метки. Проблема лишь в том, что реально речь идет о тех процессах в лучшем случае 65-90 нанометров. Это времена Pentium 4, и никакого опыта производства сложных чипов с миллиардами транзисторов у Микрона нет. Также можно вспомнить про Angstrem T. Компания была одним из лидеров по производству полупроводниковых компонентов во времена СССР. В 2007-м она даже закупила старое оборудование у AMD и была готова создавать собственные чипы. К концу 2021 года в компании обещали наладить производство при помощи тайваньцев. Angstrem попала под санкции США, а значит никаких специалистов и иностранного оборудования она больше не получит. И хотя архитектура тех же Эльбрусов практически полностью разработана в России, производить чипы такого уровня в стране просто негде. И быстро пройти тернистый путь, который у иностранных чипмейкеров занял десятилетия и потребовал многие миллиарды долларов, очевидно тоже не получится. Производство современных чипов – это один из самых сложных технологических процессов в мире, оборудование для которого буквально собирается всем миром по нитке. Наладить хотя бы 28-нанометровое производство десятилетней давности в России не представляется возможным за разумный период времени. В итоге, как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Надо признать, у Евросоюза и США есть все шансы сильно испортить и без того нелегкое существование IT-отрасли в России. Особенно больно – это ударит по большинству пока еще доступных гаджетов. Увы, они в массе своей повязаны на иностранные патенты, и едва ли компании встанут на сторону России и согласятся потерять для себя куда более значительный рынок США. С другой стороны, не стоит забывать, что бизнесу не впервые обходить санкции. Например, сервисы Apple без проблем работают в Крыму. Так что, возможно, крупные технологические компании найдут для себя выход, чтобы не потерять российский рынок. Но, конечно, это напрямую зависит как от действий мировых правительств, так и от новых санкций. У нас выбора нет, нам остается только наблюдать и надеяться на лучшее.